начинаем ну я очень горд и счастлив что я нахожусь очень известном клубе эталон городе санкт-петербурге это самый крупный самый лучший клуб города санкт-петербурга руководитель этого клуба сидит здесь ярослав саковнин правильно на in надо так говорить вот смотрит на меня улыбается в общем я бы вам всем рекомендовал приходить в этот клуб вот как как бы дорого это не стоило видимо это станет после вот этого видео намного дороже желающих появится много но все равно приходите и так большое спасибо ярославу за возможность выступить теперь собственно пойдем по теме тему которую мы говорили эта тема стратегия на самом деле что такое стратегии не понимает практически никто в этой стране в том числе те люди которые проводят стратегические совещания стратегические сессии занимается разработкой стратегии и говорят о стратегии в общем я убедился что они не понимаешь такая стратегия это как бы нормально у нас был опыт леонидом не так давно мы были на таврида арт и там значит очень уважаемым людям говорили а можно мы вот перед началом мероприятия где там присутствует губернаторы зададим вопрос перед началом и спрашиваем корректно спрашиваем заднем вопрос что такое стратегия говорят лучше не надо лучше не надо задавать вопрос такой стратегии я их понимаю потому что можно будет выглядеть очень неубедительно для проверки я могу спросить у вас что такой стратегия знаете ли вы не в обиду как бы вам но просто действительно люди не знают что это такое допустим в википедии там вообще какая-то фигня по этому поводу написано в энциклопедиях тоже написано там максимум что написано что это некие наиболее общие принципы и что это план на длительный срок что вот это есть стратегия это не стратегия точно совершенно настроение аудитории такой вы не привыкли до себя чувствовать так вот немного как бы сказать то двоечник двоечниками да вы молодцы нет вы молодцы и вы как бы добиваетесь успеха идете вперед сейчас я переключился в режим синерджи тиви я последнее время смотрю синерджи тиви у нас такой в нашей компании то мем вот если вы хотите зарядиться включайте синерджи тиви там есть сервис матрешка вот 170 187 канал вот из 200 включаете синджи тиви и куча прекрасных спикеров абсолютно бесплатно там 100 рублей по он сервис стоит месяц вам рассказывает вас мотивирует давайте вперед двигайтесь я это смотрел смотрел и потом как бы с удивлением обнаружил что они пересказывают мои идеи из рассылки начала двухтысячных там день 2003 год и никуда дальше не ушли вы можете проверить это не сама реклама то что я писал в начале двухтысячных лучшие спикеры рассказывают на синерджи тиви которые там за большие деньги людей собирают и вот это вот давай давайте сможешь у тебя получится я верю в тебя давай я вижу вот этого вы тоже хорошо как бы на это реагируете у вас это не трогает у вас уже есть иммунитет ну на самом деле как бы спикеры синержи тиви врут получится только одного из 20 получается только у пяти процентов это статистика остальных не получится и как бы из этой статистики не выпрыгнешь и в том числе не получится потому что люди не понимаешь такой стратегии один из 20 тоже не понимает но он что-то понимает хотя бы о том что не надо суетиться не нужно делать главное если вы хотите первое понимание кого первый шаг стратегии сделать то начните хотя бы с правила паре то все наверно слышали о правиле паре то 20 процентов людей выпивают 80 процентов пива значит 20 процентов клиентов дают 8 80 процентов продаж значит там 20 процентов сотрудников дают 80 процентов результата и 20 процентов ваших действий дают 80 процентов результата прибыли соответственно из этого часто становится очевидно что если вы выйдете выделить эти 20 процентов а 80 процентами не будете заниматься то ваша эффективность повысится на самом деле трудное решение потому что кажется что все важно на делать то 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 все важно надо как бы это отбросить кидать херня вообще там а это кто звонит до клиента и не бери трубку он мелкий и геморройный посылайте их мелкий геморройных клиентов занимать столько крупными а вот кажется как бы глупо да но если мы почитаем просто статистику один клиент приносит миллион рублей другой клиент приносит 50 тысяч рублей а вы им уделяете одинаковое количество времени и усилий ну что у вас там будет средний причем мелких большинство это вот первый первое приближение к стратегии это правило паре ци которые требуют мужества потому что сотрудники будут приходить клиенты будут приходить все будут говорить давай давай жена будет звонить и все вроде важно есть даже такое выражение что значит как там дьявол в мелочах да спасибо доделал деталях но ведь его неправильно понимают дьявол в деталях а бог главном не занимайтесь деталями а то будете иметь дело сделал задачи руководителя заниматься главным на самом деле это очень трудно вот я еще раз даже как бы вот так скажу это очень трудно если каждому из вас сейчас вы прочитаете свой ежедневник напишите там 10 пунктов на завтра я скажу так вычеркнуть 80 процентов как же это даже вычеркнуть и вы не сможете прошли то важно это важно это и вы останетесь в этом круге вот этой вот мелочевки да я так даже скажу что лучше заниматься главным и разориться чем заниматься второстепенным и быть и много зарабатывать вот вот в это ваша проблема потому что что для вас главное для деньги а деньги как известно это не является целью жизни потому что как вот одна из других другого другое название моего выступления но звучит так что деньги есть а счастья нет мы вы знаете мы знаем большое количество людей которые деньги но у них нет счастья но не ходит вот таким вот выражением лицо особенно женщины увидели женщин на очень дорогих автомобилях с невероятно неприятным выражением лица кто видел поднимите руки да однозначно да чё казалось бы чего не такие недовольные то да я потом расскажу что они такие недовольные ну есть факт что такие есть вот а есть такая девушка там не на официанткой работать бежит по улице улыбается цветет точно совершенно счастье не в деньгах я могу легко доказать вот правда как бы я понимаю что сейчас вы побоитесь закрыть глаза я вас попрошу закрыть глаза на несколько секунд пока это не некоторые закрыли да вот закрыли глаза и теперь прислушайтесь к себе у вас вот где-то примерно в месте в груди значит некое чувство все говорим о том что как бы у нас есть выражение да там душа радуется душа там тоскует душа болит там поет кошки царапают и так далее ведь согласитесь это главное можно уже глаза открывать спать не надо вот согласитесь это главное вот вы сидите очень дорогой машине у вас очень крутые апартаменты у вас жена блондинка невероятной красоты и все вам завидуют а на душе херово и на хрена вам это все вы конечно в это время можете заниматься самовнушением или как сейчас это называют аффирмации у меня все хорошо я в порядке так и пересчитывать я сам этим занимался и прекрасно это знать так у меня такие-то такие-то апартаменты за границей у меня такой-то такая-то машина у меня такая-то недвижимость в россии у меня такой-то доход в месяц это все в порядке он душе все равно херово опять пересчитываешь но у меня такие планы этом добьюсь того-то того-то у меня все будет нормально да все нормально у меня лучше все равно херово то есть на самом деле ведь на деньги же не средства не цель до деньги это средство для то чтобы быть счастливым чувствовать себя счастливым а мы не чувствуем себя счастливыми почему ну во первых я очень долго занимался обучением начинающих предпринимателей я там в отличие от других учителей от свою карму исчерпал я почти 20 лет этим занимался вот мелких предпринимателей бедных людей учил как стать более богатыми видимо с прошлой жизни задолжал но теперь я уже как бы могу бедных больше не учить вот и эти бедные люди они как бы все надеются что вот сейчас у них появятся деньги и тогда они заживут хорошо вот вот наконец-то будет а под оказывается что потом когда они уже заработали деньги у них как бы все хорошо но ты с ними разговариваешь и они вот у меня может телефон зазвонить выключил пожалуйста значит оказывается что когда у них спрашиваешь какое время было сам лучшим оказывается самым лучшим они вспоминают это вот ярко как бы с радостью там весело а вот когда они начинали они вот только начинали у них не было денег все было так тяжело все было так трудно они начинали вот некоторые залыбались вот оно было время вот оно было значит поднимаю провод корот осторожно кладу в карман не человек который из первого канала говорит как это делать я сидел правильно вот вот было время вот было время когда когда я горел когда мне было вот было ну что там было там было страшно там был риск там было ничего не понятно там ты не знал получится или нет ты бросил работу уже например то есть я никаких гарантий но при этом это было счастливое время из этого примера я делаю следующий вывод у вас я слишком много гарантии слишком все хорошо нужно опять окунуться вот в это вот когда ты не знаешь что будет ну как бы просто раздать бизнес бедным я вам не предлагаю вот и даже не предлагают дать мне ваш бизнес я предлагаю вещь покруче это все о стратегии рассказывает значит вы когда-то смогли начаться от наемного сотрудника стать предпринимателем вы смогли это добиться делать этот шаг и это было ну реальная ступенька вы наступили на следующую ступеньку ведь на двигаться дальше ведь вот если вы изучали когда-то марксизм ленизм а судя по вашему возрасту вряд ли вы изучали вот то вы наверное если бы вы изучали вы бы знали законы диалектики законы ли диалектики такие одни некоторые из них это например переход количества в качество переход количество качества когда у вас нет денег совсем вы идете по нерскому проспекту вас нет денег совсем кто не помнится когда это вот было как в жизни вчера была а как вас пусть как 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 вас пустили в этот клуб вроде бы здесь не должно быть таких вот говорит что вчера было такое и вот и значит вы 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 идете и в этот момент скажем вот даже не как небольшое количество денег совсем небольшой к этим 500 рублей тысячи рублей резко улучшат ваше качество жизни вы зайдете в кафе возьмете глинтвейн там чуть поесть и как бы начнете шутить у вас все прекрасно да вот это это легкий вариант это легко когда значит у вас есть тысячи у вас появилось 20000 вы тоже можете улучшить свою жизнь трудно улучшить свою жизнь где-то по разным оценкам от 100 200 тысяч до 500 тысяч может быть от миллиона и выше когда вы достигли до уровня дохода там 200000 или там 500 тысяч месяц очень трудно улучшить качество своей жизни вы можете уехать а там все то же самое вы знаете вот вы были наверно в разных городах в разных странах да там найти что там там дороги светофоры автомобили кафе здания и люди ходят куда не приешь там везде одно и то же на самом деле ничего не меняется более того как бы как бы кухня какая-то сейчас питере можно кухню как бы разно более разнообразно чем где за границей чем за границей увидеть в рамках одного города если вам нужна кухня какая там культура разная никакой культуры разные уже нет практически там везде значит потребительское общество и потребительские ценности это на самом деле главная как бы культура современного глобального мира я как когда-то был на тибете и на высоте 4 200 стоит палаточка вот я захожу значит и думал тибет да и там значит полочки стоят марс сникерс нэс кафе мальборо и так далее и иначе доширак там я просто реально и какой смысл я там с трудом нашел эту национальную тибетскую идут сам потом значит среди чменные эти и значит буйволина это масло там я просил ходил дайте хоть и поем раз уж приехал на тебе дайте хоть и поем тибетскую еду зачем мне этот сникер за зачем мне вот то есть везде уже все одинаково то есть на самом деле изменить свою следующую ступеньку делать очень трудно по я практически невозможно без стратегии в чем же заключается стратегия стратегия заключается в том что вы смогли улучшить свою собственную жизнь далее вы можете пытаться улучшить жизнь других людей но у вас ничего не выйдет ну что они окажутся в той же самой ситуации что и вы поэтому нужно идти с другого конца ну да нужно идти сделать так чтобы у людей было больше денег я лично этим долго занимался почти 20 лет я знаю это не помогает они становятся более нудными и противными эти люди они знаете когда вот еще не нет денег ним разговариваешь он такой интересный человек собеседник он что-то хочет это а потом ты его немножко поучил он начал больше зароди приходит говорит мне по плечу хлопает ты знаешь юра я тебя хочу несколько вот советов дать по бизнесу ну и на хрена мне все это да вот его разве этого хотя когда я учил его бизнесу вот и он как бы становится такой самодовольный ленивый тяжелый на подъем трусливый боится потерять то что у нее есть чем они становятся хуже эти люди не надо их учить бизнесу а спасибо за вопрос ну во первых надо учить женщин особенно жен собственных вот потому что для единственный учитель для жены это муж потому что женщина влюбляется в того кто ее учит женщины которые здесь находится они находятся очень опасной ситуации не всегда еду как бы за один раз это ничего а если как бы как какие-то ходят на курсы там неделю-две месяц каком-то мужчине женщина точно она точно может в него влюбиться и поэтому учителем должен должен быть муж во первых надо учить джон более многие мужчины этим пренебрегают вот хрен знает кого учат ажон вы знаете ли вы чему надо научить жену чтобы она была счастливой ответ очевиден да никто не знает это я потом расскажу может быть может быть на следующей встрече если меня пригласят нет бесплатно но на следующей встрече я пока продолжу пока пока продолжу про стратегию значит и поэтому поэтому как бы я вроде бы как вы мысль не теряю когда мужчина становится толстый трусливый боится потерять то что у нее есть избегает риска сомневается просчитывает требует гарантии и так далее того подобное как ведет все обычный буржуа до учет там добился то он становится несчастливым нудным противным и как бы никто с ним дело не хочет иметь и поэтому тоже он несчастлив что ему делать ему на понять проблемы какие вокруг нас окружают и начать их решать он решил проблему денег надо решили надо найти проблему проблемы очевидны на мой взгляд я сейчас сейчас вам о них скажу первая проблема это проблема феминизма значит дедушка сорос зараза на свои миллиарды нам внедряет идея феминизма от этого мы живем все хуже и хуже я сейчас обращаюсь к мужской аудитории кому-нибудь из вас нравится идея феминизма что женщина должна быть равна там а то еще и как бы там типа они недавно мне сказали что у меня знакомый девушка говорит его девушка говорит ему что за каждым успешный мужчиной стоит женщина найти убывку да вот бы был на месте вот за такие слова вот что это вообще вот она еще демонстрирует явно свое превосходство от этого мужчины то сторон падает сразу вот когда у мужчины падает со стороны находится в стрессе когда женщина начинает демонстрируйте агрессивное поведение у нее тестостерон повышается и как известно как бы элементарные как бы биохимические знания когда у женщины высокий тестостерона тоже в стрессе перед два человека в стрессе и какой может быть счастье стресс как я это называю состояние антисчастья то есть феминизм это способ как мужчин и женщин вогнать в стресс а когда человек стрессе он плохо думает плохо принимает решение у него проблемы начинаются и как бы и так далее первая проблема это феминизм вторая проблема это дети которые в каком обществе они будут жить через 20 лет там через 40 лет пристать через два поколения если сегодня уже на несколько можно встретить мужика в платье то что здесь будет через 20 лет еще 20 лет этого представьте невозможно было то есть он сразу там морду бы набили кучу народу а сейчас уже ходят толерантные такие мы как-то виделись леонида мы тоже мимо прошли вот и не набили морду ему понимаете то есть то есть то есть они значит будут ходить среди пидорасов наши дети и пидорасы их будут там добьются ведь они добьются пидорасы будут школах преподавать понимаете там везде работаете и не скрывать еще ничего а мы в это время будем деньги зарабатывать мы такие умные мы зарабатываем деньги мы значит у нас больше денег и у меня самаря я чего-то в жизни добился такой крутой у меня крутая тачка а что будет дальше да это как вторая проблема вот леонид не показать 20 минут а третью проблему я расскажу во второй части этого видео пока перерывчик большое спасибо аплодисменты